Здравствуйте! Вы смотрите передачу Финтаймса Краборен в студии Анастасия Панарина. Сегодня мы обсудим энергетическую неделю, которая проходит в Баку, рассмотрим графики цен на нефть, трагоценные металлы, а также поговорим про другие актуальные вопросы сегодняшнего дня. Ну что ж, начнем. Обновленные параметры государственного бюджета Азербайджана на текущий год рассматриваются сегодня на совместном заседании комитетов парламента по экономической политике, промышленности и предпринимательству, а также труду и социальной политике. Основанием для изменения бюджета служит значительное опережение доходами прогнозов. Об этом сказал министр финансов Самир Шарифов. Доходы утонченного государственного бюджета на 2023 год прогнозируются в размере 33 миллиардов 779,5 миллионов монатов. Это на 3 миллиарда 5,5 миллиона монатов или почти на 10 процентов опережает утвержденный показатель. По словам Самира Шарифова, ставится задача финансирования дополнительных мероприятий в рамках программы «Великого возвращения», а также укрепления обороноспособности. Также в рамках бюджета предстоит выполнить обязательства, взятые в рамках программ международной помощи и международных договоров, внедрить новый подход к управлению государственным долгом и осуществить ряд других необходимых государственных расходов. Планируется пересмотреть потенциал месторождений у МИД Бабек обширонных Чиван Шафа Касиман. Об этом сообщил первый вице-президент государственной нефтяной компании Азербайджана Сокар Хошбехт Юсиф Заде в ходе Бакинской энергетической недели. По его словам, также будет проведена техническая оценка. Отмечено, что на газоконденсатном месторождении Шахляни за время его эксплуатации добыто 192 млрд кубометров газа. Кроме того, вице-президент госнефтекомпании проинформировал участников мероприятия, что за все время эксплуатации с месторождения Азеричи Раги нашли добыто 573 млн тонн нефти и 208 млрд кубометров газа. 60% или 345 млн тонн нефти пришлось на долю экспорта с АЧГ, добавил вице-президент. На сегодня Азербайджан со всех своих месторождений экспортировал на внешние рынки свыше 600 млн тонн нефти. Из них 484 млн тонн транспортированы под Баку-Тбилиси Джейхан, заявил Хошбехт Юсиф Заде. Сотрудничество Азербайджана и Китая в энергосекторе и развитие договорно-правовой базы между энергетическими структурами обсуждались накануне на встрече министра энергетики. Карвиза Шахбазова – замглавы председателя Национального управления энергетики Китая Ли Цань Цином. По итогам встречи двух делегаций подписан меморандум о взаимопонимании. Предварительная договоренность касается реализации в Азербайджане проектов возобновляемой энергетики общей мощностью 2 гигаватта. Меморандум охватывает сотрудничество в оценке потенциала для инвестиций в солнечную энергетику, наземную и морскую ветроэнергетику. Также среди направлений работы – хранение энергии и интегрированные интеллектуальные энергетические системы и проекты по производству зеленого водорода в Азербайджане. Азербайджан и Казахстан наращивают транзитно-транспортные возможности в регионе. В том числе на текущий год запланирована транспортировка казахстанской нефти через Азербайджан в объеме 1,5 млн тонн. Об этом в интервью CBC сказал Шерхан Сугурбеков, директор компании Caspian Integrated Meertime Solution, которая является совместным предприятием Кузмунагаз и Абудаби Портс. Теперь развитие транспортно-логистических связей для увеличения транзитного потенциала двух стран имеет большое значение. Казахстан планирует увеличить поставки нефти на международные рынки и диверсифицировать их маршруты. В частности, в качестве альтернативной инфраструктуры для экспорта углеводородного сырья Казахстан рассматривает возможности поставок по среднему коридору, который приобрел особое значение в свете последних геополитических изменений. Ответим, что в связи с укреплением роли среднего коридора и ожидаемого увеличения по нему перевалки нефти и нефтепродуктов, Азербайджан ведет работы по расширению Бакинского порта и, в частности, нефтяного терминала в Дубянде. Казахстан На этот год запланирован объем 1,5 млн тонн и надеемся, что в будущем этот объем будет только расти. Ранее между компаниями «Сокара» и «Казмунайгаз» было подписано соглашение о транспортировке 1,5 млн тонн казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. В апреле объем транзита составил 125 тысяч тонн. Кроме того, казахстанская компания намерена расширить танкерный флот для перевозок своей нефти в акваториях Каспийского и Черного морей. В настоящее время совместное предприятие планирует приобретение танкеров дедвейтом 8-12 тысяч тонн. Эти меры откроют дополнительные возможности для всего региона, считает эксперт. «Строим и закупаем новый танкерный флот, для того, чтобы он соответствовал всем необходимым международным нормам и стандартам, чтобы обеспечивать качественные, надежные и, самое главное, безопасные перевозки казахстанской нефти по Каспийскому морю. Дальше, по мере роста объемов транспортировки нефти, мы, соответственно, будем увеличивать наш танкерный флот совместно с нашими азербайджанскими коллегами». Об актуальных вопросах мировой энергетики мы поговорим с Гульмией Рыжаевой, старшим научным сотрудником Оксфордского института энергетических исследований. Юлимира Ханум, здравствуйте. Здравствуйте. А говоря о Бакинской энергетической неделе, нам необходимо отметить, что небывалое высокое внимание, которое уделяется теме зеленой энергетики и возобновляемой источниками энергии, в частности, о готовности поддержать Азербайджан в процессе развития этой сферы, заявляют самые разные страны США, Великобритания, Евросоюз. Накануне было заключено соответствующее соглашение с китайской компанией. В чем может и в чем должна выражаться поддержка развитых стран и отдельно, что можно ожидать от Китая, в этом смысле, поскольку нестандартные технологические решения, как кажется, становятся нормой? Действительно, сейчас очень много внимания уделяется зеленой энергетике, и в нашем регионе в том числе. Но Азербайджан сейчас в центре внимания именно, что касается зеленой энергетики. Это связано с тем, что наша страна сумела привлечь иностранные компании в свою страну и инвестиции этих компаний в эту страну для того, чтобы производить зеленую энергетику. Я вам скажу, что это, знаете, не так просто сделать, потому что таких стран, где есть достаточно огромный потенциал зеленой энергетики, в том числе и водорода, немало. То есть за пределами Европы, допустим, Северная Африка, ну, скажем, другие регионы, там, Восточное Средиземноморье и так далее, там достаточно большой потенциал. Но привлечь такие инвестиции, которые Азербайджан сумел за очень короткий период времени, да, и мы фактически тут говорим о каких-то там последних двух-трех лет, это, конечно же, огромный успех, я думаю. Ну, я думаю, что это еще связано с энергетической политикой страны, с тем, что у нас очень, знаете, долгий опыт и достаточно история у нас это привлечение инвестиций в нефтегазовый сектор, и это показатель того, что именно наша страна способна удовлетворить интересы вот этих иностранных компаний, которые инвестируют в нашу страну, в том числе и в зеленую энергетику. Ну, вы спросили про поддержку. Я думаю, что ясно, что поддержка должна быть во всех отношениях, и в том числе это технологическая поддержка, что очень немаловажно, поскольку сейчас для технологий зеленой энергетики фактически конкурирует очень много стран, ну, в том числе и страны нашего региона. Это, во-вторых, это, конечно же, финансовая поддержка, потому что эти проекты стоят сотни миллионов, а то и миллиардов долларов, то есть суметь привлечь инвестиции и, знаете, гарантировать рентабельность проектов и отдачу этих проектов, это, конечно, очень важно, и я думаю, что мы тоже здесь проводим очень удачную политику. То есть результат сам этому показатель. И вы также отметили про китайскую компанию. Да, на сегодняшний день китайские компании, они очень активны в инвестициях в деленную энергетику. Это почти, можно сказать, что во всем мире, в том числе и в нашем регионе, а также в Африке, даже в Южной Америке. Но нельзя сказать, что, знаете, китайские компании, они прям идут и везде инвестируют. Конечно, необходимо гарантировать нужную для этого среду, рентабельность проектов и будущее, и самое главное, долгосрочность, то есть будущее этих проектов. Я думаю, что наша страна сумела это сделать. Я думаю, что в будущем, даже в последующие годы, мы увидим еще больше иностранных инвестиций, интереса и компаний у нас в стране. А вот в продолжении этой темы, в традиционной углеводородной энергетике, в последнее время все чаще уделяется о необходимости активнее инвестировать в добычу, еще активнее в переработку. Точно так же эксперты призывают больше средств вкладывать в зеленую энергетику, то есть идет противостояние. Вот как вы думаете, кто же победит в этом соперничестве, вообще нужно ли оно вообще? Вот как вы видите дальнейшее сосуществование двух направлений, или все-таки это будет борьба? Борьба вы имеете в виду между зеленой энергетикой и традиционной энергетикой? И углеводородной, традиционной, да. Вы знаете, я бы не называла это борьбой как таковой, просто потому что нам всем известно, возможно, об этом просто не любят говорить люди, принимающие решения, особенно в Европе, а также какие-то там, скажем, руководители крупных энергетических мейджоров. Но дело в том, что действительность состоит в том, что нас на сегодняшний день невозможно обеспечить, ну скажем, какую-то одну страну полностью на 100% зеленой энергетикой. Необходимо альтернативное, то есть традиционные виды топлива для того, чтобы сбалансировать вот этот вот дисбаланс зеленой энергетики. То есть это будет спрос на традиционные виды энергетики. И у нас будет продолжаться, я думаю, что еще достаточно долго, я говорю даже после 40-го и после даже 50-го года. Я думаю, это сегодня признают многие международные организации, в том числе и Международное энергетическое агентство. То есть это как бы не борьба, а взаимодополняющие или взаимодоменяющие виды топлива. И так и будет, я думаю, что еще на протяжении как минимум нескольких десятилетий. Конечно, спрос на традиционные энергоносители будут снижаться. И чистые виды энергетики в связи с изменением климата и протоколами и целями, которые поставили перед собой многие страны, особенно западные страны, для того, чтобы осуществить это все. Конечно, со временем это все будет меняться. И деленная энергетика будет составлять большую часть доли энергетики, особенно в западных странах. Но я думаю, что это не означает полное отсутствие традиционной энергетики и даже в западных странах. А вот, кстати говоря, что можно ожидать от грядущего заседания ОПЕК? Ну, я думаю, что там опять ОПЕК, как всегда, традиционно, исторически будет пытаться балансировать рынок. Просто предложение и, следовательно, контролировать цены на нефть, поскольку сейчас цена на нефть, можно сказать, что в таком диапазоне, который может сейчас устраивать многие стороны. И ниже этого, я думаю, что если цена упадет ниже цены на сегодняшний день, то тут точно будут предприниматься меры. Ну, посмотрим. Я думаю, что решение о том, чтобы уменьшить поставки нефти для того, чтобы сбалансировать цены на сегодняшний день, я думаю, на следующем заседании не предвидится. Но, опять-таки, все будет зависеть от цены на нефть на последующие месяцы. И вот, возвращаясь все-таки к Бакинской энергетической неделе, вот Евросоюз, там было заявлено, что вот Евросоюз приветствует расширение Южного газового коридора и грядущие газовые инфраструктуры, особенно вот в Южном и Восточной Европе. Вот какие меры или процедуры необходимо осуществить в этом направлении, вообще, что послужит источником средств, вообще, есть ли выгодные источники? Источники газа для диверсификации вот этих регионов Европы, да, это в первую очередь, как вы сказали, это Южная Европа, Юго-Восточная Европа, ну и некоторые страны Центральной Европы. Эти страны, они уязвимы, поскольку они почти полностью зависели от одного поставщика, но некоторые, на несколько процентов, некоторые полностью. И этот поставщик был российский Газпром, а на сегодняшний день конъюнтуры меняются, и они, эти страны, в поисках энергоносителей, в основном газа, из альтернативных источников. Но это в первую очередь Азербайджан, как вы и сами следите за этим, почти все руководители европейских стран, энергетическая комиссия, Евросоюз, представители Евросоюза, они отмечают в первую очередь Азербайджан. Почему? Потому что, во-первых, все необходимые, скажем, меры на данный момент предпринимаются, процесс начался, это процесс очень сложный и невероятно трудоемкий, в том смысле, что там все очень взаимосвязано, то есть инвестиции в месторождение сильно связано и зависит от самого рынка, какая потребность на рынке, сколько потенциальные покупатели могут взять газ Азербайджана и так далее. Поэтому процесс достаточно сложный, очень много сторон обречены, это и инвесторы, это и компании, которые инвестируют в месторождение, это и компании, которые оперируют трубопроводными консорциям и так далее. Ну и сам рынок, конечно, это очень важный момент, сам рынок и потенциальные покупатели, и объем газа, который они могут покупать. Это все, этот процесс начался, ведется, и поэтому сейчас из-за этого Азербайджан считается самым, так сказать, не только надежным, но и реальным, я бы сказала, поставщиком дополнительных объемов газа в Европу. Остальные, конечно, есть и другие страны, это в основном страны, скажем, Северной Африки, которые потенциально могут поставлять газ в Южную Европу, но в основном Италию, ну и ЛНГ. Но проблема со странами Северной Африки заключается в том, что, во-первых, у них и самих растет спрос, и они должны удовлетворить этот спрос у себя на рынке. И, во-вторых, добыча в некоторых странах падает, и нужны инвестиции для того, чтобы поддержать добычу, а то и увеличивать добычу. Для этого привлекать инвестиции на сегодняшний день достаточно сложно, ввиду тех причин, которые мы ранее указали. Это в основном приоритет зеленой энергетики. Но если даже этот процесс начнется, то, я думаю, что это долгий процесс. То есть Азербайджан наш шаг впереди этих стран, потому что у нас, во-первых, есть уже существующая инфраструктура, и она уже построена, и много инвестировать, строить с нуля трубы уже не нужно. Ну, а во-вторых, то, что мы будем транспортировать этот газ в несколько стран, в тех регионах Европы, которые в этом нуждаются, тут уже ответственность не только на Азербайджане, тут ответственность, конечно же, и на Евросоюзе, и на тех странах, куда этот газ пойдет. В первую очередь они должны позаботиться и начать уже инвестировать интерконнекторы, которые будут связывать эти страны, которые позволят, то есть пропускная способность этих трубопроводов позволит Азербайджану транспортировать газ во все эти страны, так называемые острова, которые были до этого отключены от других стран Европы, чтобы получать газ, газ, да, потому что они в основном получали газ из одного источника. Ну, я думаю, что этот процесс начался, и здесь тоже не должна быть проблема. Евросоюз этим очень серьезно занимается, выделяются деньги, инвестируются в эти перемычки для транспортировки большего объема. И я думаю, что в 1927 году Азербайджан сумеет удвоить экспорт газа в Европу в эти страны. Я благодарю вас, Гюльмира Хану, спасибо вам большое, что уделили нам время, ответили на все наши вопросы. Всего доброго, до свидания. До свидания. А я напомню, что с нами на прямой связи была Гюльмира Рзаева, старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований, с которым мы обсудили актуальные вопросы мировой энергетики. Мы продолжаем. Подготовлена концепция применения зеленых технологий и возобновляемых источников энергии на освобожденных территориях Азербайджана. Об этом азербайджанским СМИ сообщил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов. Стратегия призвана сохранить окружающую среду, водные ресурсы, флуру и фауну, а также способствовать устойчивому развитию региона. На сегодня мы установили потенциал солнечной энергии освобожденных территорий в объеме около 4000 мегаватт и ветровой энергии свыше 5000 мегаватт. Также Карабах является источником формирования водных ресурсов Азербайджана. В этом отношении ведутся работы по восстановлению водных ресурсов, а также обеспечение их охраны. В настоящее время открытое акционерное общество Азенерджа реконструировало и восстановило на освобожденных от оккупации территориях 11 гидроэлектростанций. В Кельбаджаре, Лачине и Зангелане продолжается строительство новых гидроэлектростанций. Суммарная мощность реконструированных ГЭС, которые будут построены и сданы в эксплуатацию в ближайшей перспективе, составит около 200 мегаватт. В результате выработка экологически чистой зеленой гидроэнергии составит около 600 млн кВт-ч. А сейчас мы переходим на графики и начнем с изменений на рынке нефти. Мировые цены на нефть в пятницу утром выросли. Об этом свидетельствуют данные торгов. Рынки реагируют на новости о долгожданном утверждении закона по лимиту госдолга США. Это поддерживает склонность трейдеров к риску. Также ожидают решения воскресного заседания ОПЭК+. Цена фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,54% до более чем 74,5 долларов за баррель. Июльские фьючерсы на WTI также возросли и достигли 70 долларов 47 центов. Что же касается азербайджанской нефти, она накануне ощутимо подорожала. Цена одного барреля Азербайджанской на мировом рынке повысилась более чем на 2% и достигла 76,63 долларов. Переходим к ценам на драгоценные металлы. Цена на золото незначительно растет, держась чуть ниже 2000 долларов за тройскую лунцию. Но аналитики отмечают, что по итогам недели стоимость золота может показать повышение на почти 3%. 2,7% – это будет первый рост после трех недель снижения подряд. Июльский фьючерс на серебро поднялся на 0,25%. Более слабый доллар поддержал золото, поскольку драгоценный металл в этом случае становится более доступным для покупки в других валютах. Что же касается платины, то она также возросла в цене на 0,45% и составила 1014 долларов 30 центов. И в завершении об американских фондовых рынках. Рынок акций США завершил последние торги в плюсе. В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг лимита госдолга США. Участники рынка также ждут публикации майских данных о безработице в США, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы по ставке на июльском заседании. Индекс Dow Jones поднялся на 0,47%. S&P 500 также поднялся почти на 1%. Индекс высокотехнологических акций NASDAQ вырос еще активнее – на 1,28%. В столице Болгарии Софии завершилось 68-е заседание Европейской комиссии Всемирной туристской организации ООН. В ее ходе Азербайджан был избран членом исполнительного совета организации. По сообщению Государственного агентства по туризму, свои кандидатуры на пять вакантных мест для членства в европейском регионе выдвинули 11 стран. Кроме Азербайджана, это была Турция, Израиль, Албания, Болгария, Чехия, Италия, Литва, Словакия, Украина и Узбекистан. Голоса участников заседания были отданы Азербайджану, Литве, Чехии, Италии и Болгарии. Уступая на встрече, председатель Госагентства по туризму Фуат Нагиев заверил, что Азербайджан, как и раньше, будет отдавать приоритет равенству и справедливому подходу. Он указал, что с 2001 года, когда республика вошла в ВТО, было расширено партнерство и сотрудничество со странами-членами организации. По словам Фуата Нагиева, будущее мирового туризма зависит от совместной реализации необходимых мер. На этом наш выпуск завершен. В студии была Анастасия Понарина. Всего доброго, до встречи. Анастасия Понарина